Оказывается, и корпорация может прийти на помощь некрупному и даже развивающемуся бизнесу, если это федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Ее руководитель Александр Броверман участвовал в совещании, где с губернаторами и экспертами со всей Сибири обсуждал проблемы внедрения системного инструмента под названием «Бизнес-навигатор». Там практически все для человека, который даже не имеет специального образования, там все пошагово расписано, вплоть до расчета бизнес-плана. Там расписаны меры финансовой поддержки, информационной поддержки, юридической поддержки, имущественной поддержки и так далее. Но несмотря на все, казалось бы, преимущества этой системы, бизнес, да и некоторые региональные власти относятся к ее поддержке и продвижению с прохладцей, а кое-кто и критически. Палпред Сергей Миняйло считает, что это в корне неправильно. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства тоже. Мы ждем обратной связи, но от активного бизнеса. От активного бизнеса. Те, кто хочет открыть свое дело, минимизировать риски при этом. В настоящее время уже около 8 тысяч тех, кто зарегистрировал и расширил свой бизнес на основе «Бизнес-навигатора», успешно ведут свое дело, говорит руководитель корпорации МСП. Мы к концу 2018 года должны создать 1 миллион 250 тысяч новых рабочих мест. Именно в этом секторе. По этому году, по этому году, только за счет «Бизнес-навигатора» мы ожидаем порядка 300 тысяч рабочих мест. Пока же в России доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте составляет порядка 20%. Это критически мало, считают эксперты. Но с такими усилиями, которые прилагаются сейчас, возможно, в скорости ситуация изменится к лучшему.